всем привет это прямой эфир instagram мы кого-нибудь подождем чтобы нам дали обратную связь здравствуйте как всегда попрошу чтобы вы мне подтвердили обратную связь и написали с вашей стороны картинка и звук в хорошем качестве потому что я третий раз уже загружаю прямой эфир но пытаюсь выйти в него и почему-то идет сбой слышно и видно хорошо хорошо спасибо вам большое всем доброго времени суток у нас сегодня наш стандартный эфир ваши вопросы мои ответы все в пределах тематики я напоминаю что это аккаунт о снах у нас на проекте на данный момент четыре аккаунта это аккаунт программы исполнения желаний там где ваши отзывы всех кто проходит и прошел эту программу я сегодня дала пост приглашение у нас старт 10 числа поэтому все кто у нас на новенького и все кто не на новенького но по какой-то своей причине все не решался не решался я в этот раз вас особенно приглашаю потому что сейчас вы знаете что период трансформации зеркальная дата тысячелетия со 2 февраля по 20 февраля поэтому это особое время мы щас как раз на проекте с нашими не новичками побоюсь слова старичками потому что девушки мне могут предъявить за это претензии но проходим сверхсознание это те кто прошел все три теста программы теста феста фестивале вот она желание всех 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 приглашаю 10 числа мы стартуем и по ссылке в шапке профиля нет не по ссылке не только по ссылке в шапке профиля у нас по ссылке в stories или при переходе на аккаунт исполнения желаний там регистрация все читаю ваши сны вы у меня молодцы сегодня я вижу сейчас что-нибудь подберем что было интересно всем сейчас я остановлю комментарии во сне мой пёс который давно умер был живой лизал мне ноги я спокойно наблюдала дальше захотела потрогать ногой его животик провела ногой по нему начал злиться зарычал подскажите что это но здесь знаете здесь больше не символ собак будем час рассматривать потому что вы знаете что собаки это друзья так или иначе это какие-то друзья очень часто собаки могут означать родственников семьи но вы же дружите с родственниками правильно но в таких снах вы тогда собачку будете видеть в доме то есть будет символика дома семьи очень часто рыжие животные означают родственников но вот по по символике именно если брать аналитику отчетов с бывшихся снов то именно рыжие животные они чаще всего указывают на кого-то из родственников близких родственников и вот символ собаки здесь важно различать это животное которое на самом деле было или вы просто видите какую-то собаку потому что символ человека это одно а реальное животное которое у вас было это немножко другое это не подходит под символику собак вообще от слова совсем сейчас объясню что это значит но еще хочу про одно из правил снов рассказать раз уж мы на эту тему заговорили я просто вижу в комментариях стали все чаще повторяться такие вопросы видимо пост на эту тему был давно и до него просто не доходят наши новенькие в аккаунте если есть такое исключение из правил если допустим жизни вы имеете отношение каким-то атрибутом прямое то она для вас не является символом на примере если вы летчик или стюардесса то летчик и стюардесса для вас не будут символами теме которые для всех символы когда смотрят соники для всех остальных людей понимаете если вы врач или медсестра или иметь какое-то к этому отношение для вас врачи и медсестры не носят такой же символизм как для всех остальных а если вы учитель то же самое для вас учителя это коллеги то же самое здесь мы стали говорить про животных домашних которые на самом деле у вас были это тот кто раньше был это тоже ваш какой-то друг в вашем случае это указание на какого-то вашего знакомого который раньше был и с которым вы перестали общаться вы с ним встретитесь это совокупность символов которые включают еще характеристику символа человека или кого-то кто умер да но это символ умерших которая во снах снятся живыми вот в таких случаях это то что вы считали что прекратила действовать вашей жизни либо какие-то отношения либо какое-то действие извне да но например старая работа вы уже оттуда ушли все вы там не работаете для вас это символически уже что-то что умерло осталось в прошлом но по какой-то причине это возвращается вашу жизнь то же самое и здесь это какой-то ваш старый друг с которым вы перестали общаться а он объявится появится каким-то образом вы начнете снова общаться или просто пообщаетесь это может быть знаете как разовый акт то есть не на постоянной основе но когда вы станете проявлять более близкие отношения вы там хотели ему ногой животик почесать да он станет злиться проявлять агрессию вот тоже самое когда встретите какого-то друга не надо с ним заниматься по небратством он будет категорически против ему это не понравится вот весь ваш сон здрасте часто вижу как парень или бывший парень то изменяет то общается с другой но вам надо написать нормально один сюжет сна нормально это значит полностью тезисно можете без подробностей но самые основные символы и схему саму сна надо написать если вам вообще часто такие снятся сны это значит что у вас действительно остался комплекс проблема для вас это внутренняя проблема если вы не решите вы будете бояться заводить отношения дальше вам будет мерещится и казаться в любом человеке тот кто снова поступит так же как раньше поступали ваши бывшие или нынешние если у вас есть сейчас парень потому что вы здесь написали что вижу как парень или бывший то есть у вас есть отсыл к бывшим или парню бывший не приснился бы что он изменяет бывшие скорее всего так и поступил этот страх вас на уровне подсознания остался и теперь вы то же самое думаете в отношении этого парня который сейчас если в ваших снах есть присутствие присутствие того бывшего который раньше изменил это значит что ваши подозрения могут оказаться небеспочвенными если вам просто снится что ваш нынешний парень вам изменяет и вы видите это во всех подробностях а накануне вы об этом думали это у вас идет ментальный повтор так бывает очень часто это касается любых сильных эмоций самые сильные эмоции в жизни человека какие правильно страх и страсть страх на номере номер один на первом месте больше всего человека цепляет такая эмоция как страх даже больше чем любовь ну вы понимаете что на этом проекте это все отслеживается вся эта эмоциональная чувствительная ментальная статистика просто потому что с этими схемами поведения работают и просто потому что очень большая доля вся эта информация она идет именно с уровня подсознания а на проекте с этим со всем работают поэтому схемы программы алгоритмы поведения человека и связи с подсознанием они все прослеживаются именно поэтому ну вы видели сколько у нас разных программ для того чтобы из человека вытащить потенциал и для того чтобы его избавить от проблем возвращаемся к вашему сну когда и почему так подробно объясняю потому что это касается большинства я бы даже сказала что всех может быть не всегда но периодически систематически у кого как складываются отношения с другими социумом страх самая сильная эмоция поэтому когда человек начинает о чем-то беспокоиться постоянно идет ментальный повтор то есть человек об этом думает 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 не может избавиться от этих мыслей и начинает идти попытка подсознание очиститься это может быть только во сне поэтому снятся кошмары и эти кошмары они повторяют в такой же схеме то чего человек боится поэтому 95 процентов кошмаров это сны которые вы видите как ментальный повтор это сны о прошлом или о настоящем таким снам надо сказать спасибо вы сами не можете сделать то что делают за вас они то есть они очищают психику разгружают ваш эмоционально вот этот нокаут потому что вы просто уже не выдерживаете лучше во сне это пережить чем в реале понимаете на проекте есть даже несколько таких установок аффирмации они называются они называются так одна из тьмы на свет это когда человек никак не может найти выход из какой-то ситуации и не то что там это какое-то одномоментное событие когда годами не могут выйти из какой-то ситуации тяжелой когда человек не может вот с полосы неудач уйти и еще одна аффирмация она называется вперед в прошлое это когда идет разблокировка на подсознательном уровне страха который человек блокирует себе для того чтобы на сознательный уровень его не вытаскивать потому что он боится так вот я вам скажу что вот в большинстве случаев после этих аффирмации человек возвращается в те моменты прошлого которые он даже сознательно забыл которые могли быть вообще в детстве почему забыл заблокировал для того чтобы об этом не думать потому что не может это переварить пережить и в таких снах обычно он проживает и только тогда эта ситуация уходит лучше такое пережить вас не чем наяву поехали дальше сегодня вас не видел свою дочь с ее парнем мы сидели за столом в кафе дочь перенесла мне торт а потом я ушла с парнем ее куда-то и обнималась с ним почему-то очень странный сон такие сны смущают не только вас такие сны смущают всех вы еще с парнем обнимались а некоторые ну в очень близких отношениях я кстати говорю это понимая что это может вызвать какую-то долю стеснения но я знаю что такие сны снятся всем когда допустим с близкими родственниками в близкие отношения нет так появился эфир но я теперь уже не увижу по вашей реакции потому что я остановила ленту комментариев но я надеюсь что эфир у вас с вашей стороны видел потому что у меня он пропал так вот по поводу снов когда вступают в близкие отношения с близкими родственниками то есть то что немыслимо в реальной жизни это не очень приятные сны просто в шоке от них иногда просыпаются и потом не могут не то что день а неделю отойти что это означает если не было открытого буду говорить своими словами если не было открытого секса то это означает что у вас будет какое-то сближение вот то что она принесла ваша дочь тогда когда сидела она с парнем в баре это означает что она вам скажет какую-то радость вскоре которая касается их отношений и вы эту радость с ними разделите вы за них порадуетесь за нее порадуетесь и после этого вы просто более близко будете общаться с этим парнем поэтому вы обнимались понимаете люди в реальной жизни когда сближаются они могут себе позволить сократить дистанцию между силами ну то есть близко в физическом плане общаться понимаете но есть еще такая категория снов это уже не к вашему сну это я уже просто зацеплю тему которая тоже касается такого символизма во сна это сны о интимных отношениях о сексе о сексе между близкими родственниками вот когда такое происходит и когда вы понимаете что это абсурд просто это значит что в реальной жизни произойдет такая ситуация когда человек второй который был во сне ну это может быть допустим там отец и дочь там мать и сын родные братья и сестры и так далее двоюродные ну то что в жизни это нереально да это значит что второй человек он просто позволит себе в своем поведении вами просто воспользоваться и не будет при этом держать дистанцию в каком смысле нормы поведения то есть он просто вами воспользуется он сделает что-то очень некрасивое и просто захочет чтобы вы сделали то чего вы не должны делать только потому что вы близкие родственник ну это конечно более или менее обобщенная в культурных выражениях фраза которую я сказала но я думаю что общая характеристика символики вам понятно к интимным отношениям это не имеет никакого отношения к нормам поведения не имеет к чему снится на столе тесто очень хорошая девушка надо было написать что вы с ним делали тесто это хорошо особенно если она красивая особенно если вы видите что оно пышное обычно именно такая символика она указывает на то что дело которым занимаетесь то есть встряпаете что-то чем-то занимаетесь оно принесет доход но надо но это еще сырой вариант потому что тесто это еще не готовое ну там с дома булочки то что вы там печете да или собираетесь что-то сделать это сырой вариант это то чем вы занимаетесь это то что может принести доход если оно растет во сне по символике символизм это значит что то чем вы занимаетесь принесет даже большее деньги чем вы ожидаете но надо весь сюжет сна потому что могут быть нюансы всегда мне снится обувь разная старая новая всегда еще не могу и не могу одевать вы все как бы в одну кучу свалили надо было бы конечно больше информации потому что я объясню вот как вы кучу написали так я кучу объясню ну без деталей вот смотрите обувь это вещь 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 туда ее короче парная обувь обычно это касается отношений с кем-то надо еще учитывать тип обуви то есть какая-то обувь деловая если деловая это значит сон и сюжет сна и та информация которую вы видели она касается вашей работы того чем вы занимаетесь в социуме если это домашняя обувь это касается отношений в доме с кем-то с парой парная вещь обувь парная если это обувь которую вы носите когда куда-то ходите очень часто обувь может указывать на дорогу куда-то то есть вы куда-то соберетесь это очень часто бывает и вот смотрите там дальше идет смысл есть еще в том какая-то обувь летняя ну то есть какому сезону она это событие произойдет из сна оно произойдет тогда когда носят такую обувь то есть если вам зимой снятся летние туфли это информация о событии которое будет летом если осенние или весенние ну демистезонные точно так же но обычно по цвету видно цвет тоже играет роль очень часто допустим легкая обувь у девушек вот что-то на каблучке может означать свидание с кем-то ну и так далее и так далее а вот то что вы не можете никак найти все путается это значит что у вас точно такая же ну какая-то путаница в отношениях у вас с кем-то с партнерами какими-то и то что вы что-то не можете найти точно так же вы партнера какого-то для себя человека который вам подходит не можете найти но я еще раз говорю что если у нас много кто на новенького лучше давать больше информации тезисно но больше какой там был символизм какой там был сюжет какая была схема сна схема сна это схема события когда вы ее пишите можно понять все-таки что у вас там произойдет а так только общие термины а общую характеристику ее легко почитать в соннике на проекте там все подряд все подряд аспекты десятки для некоторых даже сотни есть такие символы которые входят в топ символов сонника которые снятся всем людям и вот например смотришь статистику за месяц есть символы которые миллионы человек ну вот допустим рунет да это интернет русскоговорящей аудитории за месяц из миллионов людей посмотрела допустим 40 человек только настолько редкие символы а бывает символика там за месяц смотрят 15 16 20 миллионов человек то есть есть символы которые чаще сняться вот например зубы змеи дети мужчины женщины это символы которые ну просто они заюзанные ну то есть их постоянно смотрят и пытаются понять что они означают и для таких символов очень много идет аспектов аспекты это совокупности символов что они означают в каких ситуациях поэтому если вы просто символы пишите так символы можно самим почитать а вы напишите лучше сюжет сейчас что-нибудь еще интересное найдем к чему снится наводнение вы наверное у нас тоже на новенького у нас очень много эфиров про наводнение надо во-первых написать сюжет сна что вы там делали где вы были вы смотрели со стороны или участвовали в событии что случилось в момент наводнения вы попали в него или не попали наводнение это обычно событие которое не зависит от человека которое так как они спонтанно происходят и имеет больше природный характер чем человеческий какой-то фактор то это те события которые ну как я говорю они не зависят от вас они происходят спонтанно и так как вода это символ эмоций эмоциональный фон его показывает вода состояние воды во сне это значит что вы будете погружены в какие-то события и не сможете справиться со своими эмоциями как правильно как правило это отрицательная эмоция потому что когда вода спокойная или даже если есть волнение то вода по характеристике во сне красивая кристальная чистая приятная если человек допустим не купается это значит что будут волнительные события но они будут положительные для человека а наводнения как правило имеют характер отрицательного события то есть когда придется поволноваться и вот дальше уже что там было с вами справились вы с этим событием с этим вашим состоянием или нет это видно все в сюжете сна в таких снах очень много информации можно по таким снах можно рассказать откуда все началось с чего все взялось с чем все закончится и есть ли возможность уйти от такой ситуации либо уйти с наименьшими потерями в таких снах много информации приснился самолет поднимающийся в небо и я со своим сыном его увидела это хороший сон если вы видели взлет самолета почему потому что самолеты всегда так или иначе указывают на то исполнится ли какое-то ваше желание это я утрирую потому что сами по себе самолеты всегда сняться в те моменты жизни когда человек пытается реализовать какую-то очень важную для него идею какие-то планы как я люблю говорить амбициозные понимаете у вас и по состоянию самолета либо тому что с ним происходит можно понять эти планы удадутся или нет ваш самолет взлетел значит ваше дело оно касается вас сына вот кто во сне присутствует тот имеет отношение к ситуации если человек во сне активно взаимодействует это значит точно так же у него будут от его каких-то действий будет что-то зависит либо он будет в эпицентре этого события если он на все смотрит со стороны это значит что он тоже будет либо сторонним наблюдателем либо он уже что-то сделал и теперь остается ждать результата как в вашем случае друзья у нас сегодня уже время эфира закончилось я вам была всем рада я так планирую на завтра еще выйти в эфир так что я надолго не прощаюсь тоже время такое же примерно будет с восьми до девяти по мск так что до встречи завтра всем пока всем прекрасных мистических снов и хорошей реализации с учетом сегодняшней аффирмации особенно все до новых встреч ваша Виктория до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч